В последний день марта, 31 числа, в Городецком губернском колледже прошла олимпиада среди студентов по бизнесу под названием Game Day. Организаторы мероприятия – специалисты Заводского бизнес-инкубатора, которые активно сотрудничают с образовательным учреждением всего Городецкого района для популяризации предпринимательства среди населения и обучения финансовой грамотности. Мне бы хотелось сказать, что мы уже второй год очень близко работаем с Заводским бизнес-инкубатором. Проводим по четыре занятия в стенах Городецкого губернского колледжа. Ознакомление наших обучающихся основам предпринимательства. Все это идет в игровой форме. Для ребят это очень интересно. И может быть кому-то в жизни пригодится, и кто-то откроет свой бизнес. Обязательно они получают новые знания и эмоции. И немножечко заглядывают в себя. Видите, кто-то уже сказал, я точно не буду предприниматель. Кто-то наоборот может задуматься, может быть я буду. В любом случае, то, что они сегодня узнали, эту информацию, что они получили, когда-то она им в жизни пригодится. И обязательно она сработает на них. Участвовало две команды – Тюбики и Big Russian Boss. В игровой форме ребята осваивали сложный мир бизнеса. В первом туре участники должны были выработать стратегию по игре в крестики-нолики. И заполнить поле по горизонтали, вертикали или диагонали. При этом соперники не отставали. К сожалению, никто так и не смог справиться с задачей. И у обеих команд ноль очков. Второй тур напомнил игру в крокодила. Капитан изображал слово, которое видел на интерактивной доске. А ребята по очереди пытались угадать, что это. Сложность оказалась в том, что каждый следующий опрошенный должен был назвать не только свое слово, но и слова, названные до него. Да и времени на все про все было три минуты. Итог – у Big Russian Boss 9 угаданных слов, у Тюбиков 8. Третий тур прошел в форме индивидуального тестирования. Каждый получил ряд вопросов с вариантами ответов. Судьи мероприятия тоже решили не отставать от участников и лично проверили на себе сложность вопросов. Каверзный. Вопросы очень каверзные. Но тест, в принципе, на, я думаю, логическое мышление. И, в принципе, ребята смогут справиться. В этом туре удача улыбнулась Тюбиком. И они получили больше игровых очков. Последним заданием стало два кейса. В первом ребята представили себя гончарами, предлагающими свою продукцию судьям, которые играли роль покупателей. Все мы можем себе представить глиняный горшочек. Но как его можно отрекламировать так, чтобы его захотелось купить? Здесь ребята пошли на хитрость. Кто-то предлагал три по цене двух, кто-то два по цене одного. Тюбики подкупили двух судей своей кричалкой. Поэтому результат этого кейса был предсказуем. Покупайте наши горшки! Во второй инсценировке Буратино пытался выбраться из темного чулана, куда его заперла Мальвина. Здесь дело шли как обещания мольбы, так и угрозы. Если ты меня не выпустишь, папа Карл тебя найдет. Он порешает. Итог второго кейса Буратино от команды Big Russian Boss признан более убедительным и получил наивысший балл. С отрывом в четыре очка победу одержала команда Тюбики и получила право сразиться с командой автомоторного техникума в начале мая в район Олимпиаде по бизнесу. По окончании Олимпиады мы пообщались как с организаторами, так и с участниками и выяснили их впечатление от проведенного мероприятия. Команда были очень активны, ребята были активны в командах, мне было очень интересно, они откликались, не было вот этого неприятия, ситуации. То есть они сразу приняли правило, что мы играем, мы участвуем. Это, конечно, всегда приятно, когда ребята хотят им участвовать. Очень много эмоций из-за этого мероприятия, но мне очень понравилось. Я не знала, что меня здесь ждет, но мне было очень интересно. Я узнала много новой информации. Конечно, будущим бизнесом я не планирую заниматься, но полезно что-то новое узнавать.